Компания Apple выпустила новое приложение камеры для iPhone и iPad Поэтому сегодня мы поговорим, что они там интересного нам предложили Ну и вообще поговорим о том, на какую камеру снимать на вашем iPhone Поделюсь несколькими советами Меня зовут Максим, вы на канале DMS Lounge, поехали! Итак, да, действительно, сегодня компания Apple выпустила для нас новое приложение камеры Которое она анонсировала еще 7 мая на презентации новых iPad'ов Поэтому сегодня мы с вами поговорим, как она снимает Есть ли у нее какие-то альтернативы, действительно, на лучше ли, чем стандартное приложение камеры на вашем iPhone'е Ну и вообще, чем пользоваться, чтобы снимать красиво, классно, киношно, как все любят Так что, я думаю, будет интересно Если такой ролик вам понравится или чем-то будет полезно, просто тебе большой палец вверх Мне тут будет приятно и поможет каналу в развитии Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите YouTube вам пришло уведомление с выходом нового ролика Итак, давайте начнем с того, что нам вообще показали изначально на презентации Когда нам показывали новые iPad'ы, вышла Apple и сказала Мы вам еще сделаем новую камеру, которая будет называться Final Cut камера У Apple есть приложение Final Cut для монтажа видео И они как бы вот это делают ответвлением от него По факту же это просто профессиональный режим для обычной камеры Apple Потому что они зарелизили ее на iPhone, они зарелизили ее на iPad Мы об этом несколько чуть позже поговорим И вы прямо сейчас можете зайти в App Store, если там не нашли, то в Telegram канал забегайте Потому что ссылка, по крайней мере на момент выхода этого ролика, можно перейти по ссылке и скачать, да Но вот если просто поиски нажмете Final Cut камера, то, к сожалению, ничего не выдает, поэтому ссылку на эту штуку оставлю в телеге у себя Так вот, эта Final Cut камера является приложением к Final Cut, но по факту является просто большим расширенным режимом Если мы говорим о том, на какие устройства это доступно, то вам потребуется iOS или iPadOS 17.4 Вы можете скачать это на iPhone, вы можете скачать это на iPad Единственное, если на iPhone это выглядит все презентабельно, работает и в горизонтальной и вертикальной ориентации То на iPad это просто какая-то шляпа, я вас сразу должен об этом предупредить Потому что я не помню такого, чтобы сделала компания Apple То есть, когда так делают какие-нибудь другие разработчики, это окей Но смотрите, я вот прям беру iPad со стула, захожу в Final Cut камера И что я вижу? Я вижу то, что у нас с вами просто айфоновский интерфейс Да, если вот так переверну, он будет так, и его можно растянуть То есть, они не сделали приложение для iPad, они предлагают нам версию для iPhone загрузить на iPad Эпа, вы что? Вы рекламируете везде, что вы можете снимать на iPad? Пожалуйста, iPad используй как девайс тоже для съемок И вы даже собственное приложение новой камеры не можете адаптировать под экран iPad? Серьезно? Ну, это как-то совсем странно Вы же обычную камеру адаптировали, в чем здесь была проблема? Поэтому вот эту штуку учитывайте Эта тема все-таки больше для iPhone Я не знаю, кто будет снимать на iPad вот в такой вот конфигурации Кстати, а вы уже выстраиваете свое финансовое будущее? Если нет, то инвестиции это не то, что стоит откладывать на потом Многие считают, что начать инвестировать сложно и рискованно Но это не так, особенно, когда есть инструменты, которые делают первый шаг простым и выгодным Такие как альфа-инвестиции Почему стоит выбрать альфа-инвестиции? Во-первых, они предлагают постоянные бесплатные инвестиционные идеи и подборки Которые помогают легко разобраться в сложных вопросах Во-вторых, есть вовлекающие игры активности Которые делают процесс обучения интересным и увлекательным Сейчас в альфа-инвестициях действует крутое предложение для новичков Каждый, кто откроет брокерский счет в июне, получит гарантированный подарок 20 акций топовых компаний – это отличная возможность начать свой путь в мире инвестиций с солидным стартом Кроме того, еженедельно среди новых инвесторов разыгрываются 100 тысяч рублей Это шанс не только начать инвестировать, но и получить дополнительный капитал для дальнейших вложений Не забывайте, что проще всего заработать на акциях можно двумя способами Через рост цены акций и через получение дивидендов Начните с альфа-инвестициями и вы увидите, как просто и увлекательно может быть инвестирование Переходите по ссылке в описании и узнайте все детали Не упустите шанс получить 20 акций в подарок и принять участие в розыгрыше 100 тысяч рублей каждую неделю Итак, что же нам предлагает Final Cut камера нового и интересного? На самом деле, интерфейс приложения выглядит достаточно знакомым Если мы смотрим на него, то у нас есть кнопка записи Кнопку паузы, кстати, не добавили при видео Если мы смотрим, мы можем менять объективы, туда-сюда прыгать между ними У нас есть быстрая панель настроек слева, где мы можем убирать частоту кадров, разрешение, HDR и в каком формате у нас с вами будет это записываться Потом у нас с вами есть отдельная стрелочка, ну, понятное дело, переключаться на селфи-камеру Есть отдельная стрелочка, которую мы нажимаем, можем вызывать дополнительное меню Там у нас указывается, как блокируется экран, в каких режимах заблокировать его или не надо Можем управлять автофокусом или делать мануальный фокус Можем управлять затвором и ISO Профессионалы меня поймут, знают, что это такое В общем, это тоже влияет на картинку Или мы можем поставить это все автоматически И еще мы можем изменять баланс белого, зафиксировать его на каком-то конкретном значении Или поставить в авторежим Помимо этого у нас есть кнопочка плюс, которая активирует такой плавный, интересный зум Вот такого в старой, ну, обычной камере нет И там нам нужно это вручную через ползунок делать И это приятная штука, хочу такой же в той же камере Дальше слева сверху у нас с вами есть индикатор звука Что как бы идет звук и мы его нигде не потеряли Снизу сколько вы можете писать при текущих разрешениях настроек И еще снизу заряд вашего телефона, что тоже немаловажно Потом, конечно, справа у нас есть отдельная галерея Где мы можем посмотреть уже, что мы отсняли и поделиться ей оттуда Слева сверху у нас настройки Здесь три вкладки Первая, в принципе, плюс-минус дублирует, что есть сбоку Это разрешение, это формат, это цветовое пространство У нас есть возможность включить или отключить стабилизацию Включить зеркальное отображение камеры, фронталки Многим тоже нужно и, в принципе, все Следующая вкладка, у нас есть возможность с вами сделать сетку Поменять разрешение Есть возможность включить индикатор пересвета И так называемый фокус пикинг Когда вам подсвечиваться будут части, куда телефон сфокусирован Если фокусируетесь вручную, это бывает зачастую полезно Ну и в настройках аудио мы можем выбрать, откуда мы с вами записываем звук С этого источника, то есть с айфона Или внешне, если мы что-то подключили Ну и последняя кнопочка, которую нам так Apple пиарила Это у нас так называемый Live Multicam То есть вы можете взять до четырех айфонов Подключить их к вашему айпэду И снимать с помощью них сразу с четырех камер Опять же, идея, как по мне, такая себе Потому что кто занимается настолько профессиональным монтажем на айпэд Не очень мне понятно Тем не менее, вам нужен айпэд про Или хотя бы айпэд с M1 чипом, который может это тянуть Чтобы вы могли скачать туда приложение Final Cut А не Final Cut камера Которая, кстати, в России не работает Потому что за подписку нужно платить Оно по подписке, да Если Final Cut камера полностью бесплатная То приложение по подписке И туда вы подключаетесь Здесь еще написано, что у вас должен быть включен Wi-Fi Bluetooth И вы должны быть зарегистрированы под тем же Apple ID Вы туда это все подключаете Все там от одного до четырех айфонов И у вас прямо в Final Cut, именно в монтажную программу, а не в камеру Выводится то, как вы, собственно, это видите Странная идея Я не совсем понимаю, зачем это нужно Но, тем не менее, Apple на презентации говорила, что это очень классно У меня есть ощущение, что это нужно только для них Когда они снимают свою презентацию Они такие Блин, нам нужен бы какой-нибудь софт, чтобы было с четырех камер А давай сделаем и продадим еще это всем Мне кажется, что это примерно так и выглядело Ну а теперь самая интересная часть Как это все снимает Как это все работает И стоит ли пользоваться этой камерой или какой-то другой Во-первых, давайте с вами скажем так Это выглядит просто как чуть более профессиональный режим обычной айфоновской камеры Я не совсем понял, почему бы это не добавить было отдельными пунктиками настроек в обычную камеру И вот здесь сделано так, как оно должно быть сделано в обычной камере То есть за что все всегда ругают обычную камеру айфона За то, что если тебе надо что-то настроить Ты должен идти в настройки, да А не настроить это прямо сразу в камере Вот здесь это решено, это настраивается прямо в камере Дайте мне в камере то же самое сделать Я не понимаю, для чего конкретно нужно вот это отдельное приложение То есть да, некоторые фишки прикольные С зумом, то что мы можем выбирать цветовую температуру То, что мы можем менять там автофокус, мануальный фокус и прочее Менять, что это будет HDR, не HDR Но дайте мне это просто то же самое в камере Если вы хотите снимать для каких-то профессиональных задач То вы идете и скачиваете абсолютно полностью бесплатное приложение Blackmagic Camera В котором вот все настройки, что здесь, только умножьте еще, я не знаю, на 3, на 4, на 5 То есть там можно и лут подобрать, и влоги снимать, и что хотите делать Здесь вот практически всего этого нет То есть в Blackmagic камере намного, значительно больше параметров И получается это у нас такое какое-то серединное решение Вот есть камера, типа она совсем базовая Хотя я так не считаю, сейчас расскажу почему Есть вот этот Final Cut камера, и здесь где-то Blackmagic для супер-профессионалов Но что обычный любитель может снять на Blackmagic Что супер-профессионал может снять на обычную камеру Apple Если говорить о том, на что снимаю конкретно я Я всегда снимаю, хотя у меня установлены Blackmagic камеры И сейчас будет установлена Final Cut камера Но я всегда снимаю на обычную камеру Потому что с нее можно получить очень приятное, нормальное изображение Особенно на свежих айфонов, на старых кстати тоже По поводу видео, Apple ушатывает вообще всех Кто бы вам что ни говорил, что мой Android смартфон Вот у него видео вообще самое шикарное, снимает лучше, чем вот Sony сейчас полнокадровая Которая снимает мне Нет, в общей совокупности факторов Айфон видео снимать все равно будет всегда лучше По фото есть немножко вопросики Да, где-то айфон лучше, где-то какие-то фотофлагманы бывают лучше Да, например, там на последних Xiaomi бывает дюймовая матрица И она за счет глубины больше всего этого передает Но! Видео айфон снимает отлично и прям супер Вот смотрите, просто обычный кадр Который будет из будущего обзора на ZikRX Я катался и снимал небольшое мнение То есть я просто взял, включил обычную камеру Ничего там не фиксировал, чуть-чуть понизил экспозицию И записал вот такое вот видео, как я еду в машине И оно смотрибельно Оно абсолютно нормально То есть большая часть роликов у вас будет получаться нормально и качественно Если у вас прямые руки Вы понимаете, как работать со светом Вы понимаете, как примерно на это снимать И даже без какого-то дополнительного оборудования Даже без каких-то дополнительных фиш в виде Blackmagic камеры Оно будет снимать абсолютно нормально Я уже даже, я вам честно скажу Перестал брать с собой куда-то вот эту большую камеру Когда я езжу куда-то за границу там на съемки Потому что она тяжелая Она большая и неудобная Айфон всегда в руке, всегда с собой И он выдает супер приемлемое качество видео Я здесь как раз буквально сегодня По-моему, у Вилсакома в телеграм-канале Видел информацию, что типа Современный техноблогинг, техножурналистика И все просто снимают новый там флагман Realme По-моему был Все его просто снимают на айфоны Или там на другие смартфоны То есть никто не тащит с собой камеру Да, люди берут с собой звук Потому что ну звук действительно важно И айфон неплохо пишет звук Но он иногда далеко от тебя находится И нужно что-то ближе записать Но в целом, то есть нет как бы смысла в большой камере Поэтому вот это вот полумера в виде Final Cut камера Не совсем непонятно Я бы просто это докинул в обычное приложение камеры Сделал бы такой Pro режим Вообще вопросов бы не было А вот здесь вопросики есть Ну и в конце скажу немножко, наверное, по поводу фото То есть примерно та же история на самом деле, что и с видео Я все-таки больше по видео, чем по фото Но фоточки, тем не менее, тоже иногда делаю И делаю их тоже на обычную камеру Хотя можно использовать какой-нибудь Highlight, да, дорогой Хотя можно использовать какой-нибудь Lightroom Который тоже неплохо снимает Там есть профессиональные настройки Но 95% потребностей закрывает обычная камера С точки зрения фотографий тоже Потому что ты просто берешь Я люблю такой чуть более киношный цветокор Чуть-чуть понижаешь экспозицию на минус 0.7 Чтобы HDR эффект айфона не долбил Всем вот это фото айфоновское не нравится Потому что HDR выпирает, да, слишком сильно, слишком пересвечивает Так вы просто экспозицию на минус 0.3, минус 0.7, минус 1 В зависимости от ситуации ставите Вы даже можете сохранить пресет настроек Чтобы вам каждый раз не приходилось это крутить И все И получается очень красивые атмосферные фото Которые очень приятно передают за счет цветов вот это все Тем более в новых айфонах В которых можно сделать там зум-объектив 2x, например Я даже не всегда использую 3x Потому что многовато иногда зачастую А вот 2x, когда он кропает основную матрицу И 24 бегапикселя вполне себе достаточно Вот получается очень и очень неплохо Мне лично, например, нравится Как фоткают последние айфоны И это уже происходит, ну, наверное, 2-3 поколения Вот где-то там с айфон 12 Pro, 13 Pro Они начали снимать очень достойно Резюмирую К чему это все? Apple выпустила какую-то вундервафлю Которая вроде как бы и окей Но непонятно зачем это сделано отдельным приложением Если люди, профессионалы пойдут в Blackmagic Не профессионалы или, как мы с вами выяснили Любители, да, такие Все-таки кто шарит, все равно могут снимать хорошо На обычную камеру Но, тем не менее Есть здравые интересные фишки, которые добавили Хочу, чтобы это появилось в основной камере Вот такой вот мой посыл Вы, опять же, можете попробовать эту камеру Абсолютно бесплатно Пробуйте в App Store и вбивайте Final Cut камера На момент съемки этого ролика ничего это не дает Поэтому ссылочку на нее оставлю у себя в Telegram канале На него ссылку найдете в описании Что, если такой вам ролик понравился или был чем-то полезен Поставьте большой палец вверх Мне это будет приятно И поможет каналу в развитии Там внизу подписывайтесь на канал Жмите на колокол Ничего классного интересного не пропустите Ведь вам пришедут уведомления с выходом нового ролика Ну и, конечно же, вот эти два видео Специально подобраны для вас на алгоритме YouTube Зацените, если не видели Все, пока не жмите, чтобы подписаться на канал А с вами был Максим Спасибо большое за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok